Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол. Это жизнь. Очередной прогноз на матч чемпионата мира 2022 года в Катаре Бразилия против Сербии. Пишите обязательно ваши прогнозы в комментариях на этот матч. Интересно, за кого все-таки вы болеете в этом матче. За фаворитов чемпионата мира Бразилию, либо же за наших братьев сербов. Итак, давайте поговорим про сборные. Сборная Бразилия заняла первое место в отборе среди всех команд Южной Америки. Там топ-10. Заняли первое место с хорошим таким отрывом. И вот заслуженно попали на чемпионат мира. Но вот сборная Сербии сделала сенсацию. Заняла первое место, так же как и Бразилия, но только в европейском отборе, обогнав сборную Португалии. Ну и как мы видим, здесь тоже такая мини-сенсация. Милинкович Савич забивает на первых минутах. И Сербия выходит вперед в матче против сборной Бразилии. Но недолго музыка играла. Отличный пас. Здесь Серафиня на Венисиуса. И тот забивает, сравнивая счет. И 1-1. Ну что же, интересно посмотреть на вот это вот поколение бразильцев. Здесь новые звезды, которые могут себя что-то показать. Доказать всем, что не зря их взяли на этот чемпионат мира. Именно их, потому что расширенный список у бразильцев был очень большой. И, по мнению главного тренера, взяли лучших из лучших. И вот Серафиня выводит сборную Бразилии вперед. Счет у нас 2-1. Ну и также для Неймара, как мне кажется, возможно, один из последних чемпионатов мира. Если мне не изменяет память, в следующем, через 4 года чемпионат мира, ему будет 34 года. Поэтому, в принципе, еще может сыграть. Понятно, что для Крещену Роналду и Линале Месси это уже последние мундиали. Но вот Неймар еще может попылить через 4 года. Поэтому, ну, тут уже будет все зависеть от его желаний и то, как будет складываться его карьера. Вот так вот на 69-й минуте Бразилия увеличивает свой отрыв от сборной Сербии. И Рафиня забивает очередной гол. На его счету дубль плюс голевая. В этом матче хорошая статистика. В концовке встречи Венисиус отлично посылался на Пакета. Тот на Рафиню и Рафиня обратно на Ришарлисона. И получается, что Рафиня игрок встречи 2 плюс 2 за этот матч. И итог матча 4-1 в пользу сборной Бразилии. Друзья, всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши видеоролики и стримы. С вами был Андрей и канал Футбол. Это Жидан. Усэч, друзья, всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok